приветствую вас геймер меня зовут дмитриев и мы продолжаем играть в европу универсалис 4 за совою которая стала вот итальяне итальянской нации так что мы с вами сделали так прошлом эпизоде но по-моему только итальянскую нацию 3 создали больше ничего не делали вот сейчас надо будет взять мантую аннексировать потом у меня идея есть отжать парочку проволок возможно мы дядю султана поколотим ну просто того как он не подпишет с литвой польшей и фрагашкой так а попытаться хотя бы великолепный дипломат давайте дипломатические отношения пригодится у меня кстати слишком мало соперников надо на выбрать на 365 процентов сильнее моей армии дяди султана то есть получается что у у фрагашки то армия еще сильнее у испании нехило так что я считаю что будет неплохо если мы дядю султана выпилим по крайней мере с итальянской земли мы можем новое здание строить но пока не хочу кстати где их можно строить то а ясно понятно пока тихи вкачаем технологии вот я скорее всего идею наверно изучу я посмотрю кстати идеи-то у меня изменились итальянские стали легионеров мощь пехоты стоимость стабильности стоимость галеры число рекордов потом доход от налогов имперский авторитет и стоимость национализации нормально нормально чтобы хорошее отношение с мантуи поддерживать а а вот не выйдет я хотел брак заключить динамистический этого у меня не выйдет а а а а а а османской империи еще и на кремону хотел сфабриковать претенджи ну какой интересный кадр однако будем дядю султана мочить на счет будем дядю султана мочить на счет скоро у меня есть два варианта развития событий вообще первый вариант это расширяться на север то есть отжать вот это вот все у Австрии и потом попытаться дойти в итоге где-нибудь до Ольденбурга а второй вариант Есть вариант прорваться в Африку, в столицу Туниса новую отжать, например, из земли дяди Султана. Но есть еще один вариант, он будет только в случае того, когда я буду выбирать новые идеи. Следующий вариант связан с тем, что мы можем попробовать колонии основать или отжать у кого-то еще. Потому что, посмотрите, Португальская Мексика это все круто, но индейцы до сих пор живут. Их много. Так что, полагаю, что будет неплохо, если я тоже пойду в колонии. Есть еще небольшой вариант с Марокко, но я его не поддерживаю. Неинтересно мне там бродить. Хотя, через Марокко можно пробраться дальше в Африканские земли. Захватить Мали, а там золото добывают, по-моему. Не понял. Раньше золото добывали. Вау, во. Бывшая Малистская территория. Вот тут золото добывают. Почему цена за золото 0 интересна? Поролишь, что ли? Не нравится мне, конечно, что дяди Султан тут. Воюет в нехорошем месте. Кстати, слушайте. А мы можем ворваться в эту войну вот таким способом? Может получится? Так, надо дипломата отозвать одного. Какого-нибудь. Давайте-ка испанского уберу. Я попробую вынудить к миру дядюшку. Как вы думаете, получится? Или нет? Я хочу быть на стороне Литвы. А, мне не держать Литва должно быть большим. Хорошо, давайте. Отношения лучше с Литвой пока. Надо помочь им пытаться. Но мы теоретически сможем отжать Лигурию. И дядю Султана нехило так пнуть из Европы. Ну, из Западной Европы. В смысле. Из Восточной Европы, конечно, еще не скоро получится что-то сделать. Кстати, у меня претензия на Мальту еще есть. Интересно как. А у Мальты? А у Мальты вообще ничего нет. Можно Мальту просто взять и захватить. Окей. Так. Сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я 15 человек хотел полнуться. Армию сделать, да? Так. Пять, значит, еще стрелков. Стрелков. Раз, два, три. Получается. Четыре. Пять. Так, пять. Получается. Пять. Третьдесят пять. Получается. Семеннадцать. Семь таких войск. Ну, гусаров. Ну, рейперов. Раз. А, одна только. Ладно. Пусть пока строится. Перемирие с Саксонией и Виртенбергом по Псковустью подошел к концу. Сманская империя объявила Италию своим соперником. Литва взорвалась у Гоши. А все? Мех, что ли, да? Да, дядя Султана отжал Азов. И вот эту вот. Чепуху. Давайте тогда, что, расширимся немножко. Отожмем тут Мальту. В таком уж случае. Из Литвы дипломата убегу. Ну что, на Мальту. А, подожди. Стоять. Вот эту рать объединяю. Думаю, ничего не будет, если мы просто без генерала погрузимся. И флот объединю. Стоять. Все, Мальте войну объявляю. Низкое содержание армин. Ну, это флот. Флот пока не особо меня интересует. Выполняли задание по Монтую. Престиж увеличился. В этом следующее задание. Завоевать Лигурию. Известить великий флот. Получить контроль над престолом. Я пока не буду ничего уберять. Сражение за Мальту выиграно. Сражение за Мальтийский пролив. Тоже выиграно. Ждем. Псовстрей начинаем. Неплохо так дружить. Хе-хе. Ну, как неплохо. Ну, минус 94 это уже прогресс. Продолжение за Мальтийский пролив. Плюс у меня, ребятки, идея есть подружиться с князьями. Ой, не с князьями, а с кукруристами Священной Римской империи. Посмотреть, что из этого получится. Так. Италия получит казус Белли на Швейцарию. Мнение увеличится. Мнение дяди Султана изменится. Как мило. Как вкусно. Казус Белли, конечно, неплохо. Ну, претензии не обоснованы будут. Давайте пока снизим напряженность. По-моему, это вообще крутяк. Я могу принять идею. Снижение войны и усталости или вклад вассалов в лимит войск. Наверное, я выберу вот это, потому что совсем скоро мы к улучшению отношений пройдем. Веренство цензора. Смотри, как будто в 33%. Так, тут надо продолжить. С конницей я хотел... Сколько я коней-то хотел? Уже не помню. 16... 6 коней получается. Вклад 6 коней и получилось. Поинцы из Салента. Религия была изменена на патистантизм. И отчего? Ну ладно. Заток Казначейства и Ратуша. Можно ставить Ратушу и Казначейства теперь. И принять новую группу идей. Это точно не дипломатически. Так что выбираем. Я думаю взять либо экспансионные, конечно. Либо какие-нибудь из военных. Просто хз. Я могу сфейлить дико. Ну, давайте ту же Гренландию посмотрим. По-моему, никто тут ничего не делает. Ясно, короче. В общем, шансы есть. Что-то в Африке заселить, например. Или там. Но... Я не знаю. Я не знаю. Я реально не знаю. Так. Просто может что-нибудь найдется такое, что у меня получше помогло бы. Административная идея, вон. Хороший. Более-менее. Хотя... Нет. Так. Так тебе. Экономически ничего так. Хотя тут исследовательские идеи круче будут. Да. Если выбирать... Ну, нафиг эту экспансию. Количественные идеи. Такие круто. Ну, с рекордами, вроде бы, мы уже все добились. Нормально. Качественные идеи. Может, пехота в основном. Может, волейбород, дух. Бронительные идеи. Неплохие. Давайте я, наверное, возьму экономический. Все-таки. Разобьем экономику. А потом, может быть... Что-нибудь с колонистами придумаем. Или просто пошлем корабли с людьми. Чтобы заколвать их каких-нибудь индейцев. Как-то не везет мне пока с осадой. Умер король. Викторио Амадео третий теперь. Правит. И что самое странное. Наследников еще нет. Наш шанс получить наследника 0%. Дипломаты. Подсуетитесь-ка. Фрагмент. Фрагмент. Австрия вступила в Лигу католичества. Так. С Испанией брак. Португалию не забывай. Правим цветы жизни на войну. Давайте админку. Военные не повод, чтобы избежать из школы. С португезами. С португезами. С португезами. И с поляками. И что, как теперь у меня с шансами? В случае смерти монаха. Представитель рода Девалуа. Общая династия Франц. С Австрия. Слушайте, ребятки. У нас могут быть, теоретически, претензии на трон. Когда-нибудь. Или мы можем унаследовать. Ди совой я правит. В Австрии. Как интересно. Нельзя, чтобы ди совой я умерла у нас. Так. Жидочки все те же. Ну, как там с шансами на наследника-то? Я забыл что-то. Посмотреть. Там, конечно, писалось, что ноль. Сейчас что-то вообще ничего не пишет. Упора-то. Ладно. Главное, что шанс этот появился. Так. И у меня админка появилась. Админка. С юбильностью. Повыше. Админк. Та. Админь. Та. Та. Убора-то... Та. 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 Фердинандо, новый наследник трона. Кстати, неплохой такой, с войными очками. Да и права неплохие у него. Что-то с осадами как-то совсем блекло. Сильная защита у них. Нефиг, гаси. Крис. Крестьяне тут бунтовали. Крис. 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 Мальта взята. Итальянский вассал. Полное присоединение три штрафа, к мнению. Бесплатно. Круто как. Вообще великолепно. Итальянский националист. С тех расширением сейчас разберусь. Дальше вот ребятки надо думать. Можно еще немного расшириться. Можно отжать Сангаллен у Швейцарии. А можно подумать, дождаться сроков перемения и окончания с Австрией. Тампом фаршка воевала. И попробовать отжать сразу несколько пробок. Если повезет, конечно. Война у фаршки сейчас с Россией. Ну я думаю, скоро закончится. Перемия с Францией закончится через 10 лет. Мы не можем отменить войну. Там, где. Передача торгового влияния. Хм. Чисто теоретически, ребятки, это как раз то, что может случиться. Ладно, короче, понятно. Так. 152 с Монтуей. Я подожду немного. Швейцария просит военного союза. Она даже моим вассалом может стать. Как это мило, ребятки. Даже я не знаю. Сейчас. Даже я не знаю. Швейцария, которая когда-то давно грозилась меня замочить, хочет союз военный. Мда, любопытно. Очень любопытно. Но я не знаю. Совсем не знаю. С другой стороны, я сам стану подехать на Швейцарию. А только мы и будем призваны уж на войну. Точно. Нет. Так. Ребятки не пойдут. Рыцари святого Иоанна Иерусалимского. Изгранные турками со столового рода, рыцари скитались, имея прибежище, пока в 530 году империатор в Среднии даровал им государственного мальчика. Но это было в 30-м году. А сейчас, если что, в 605-й. Поэтому мы их всех положили. Мне Мальта не нужна. Как самостоятельное государство. Я что, зря очки тратил? По-вашему. Это он, Святейший Престол. Кстати, Папская область, она вот здесь находится. Находилась, то есть, в Баймберге. А где теперь? Была Баварии. А всё, нет Папской области, ребятки. Её захавали. То есть, получается, последний раз Святейший Престол будет даром Папской области. Избран Новый Папа. Ну, я не понял. Папская область уже готова. Чё за хрень происходит? Ну, ладно. Можно отправить подарок Монтуя. Всё равно мы её аннексируем. Оп. На 13, на 25, 50. Отправляю. И через месяцу коннексия. Всё. Монтуя теперь ту же часть итальянской нации. Чё тут Испания делает? Сражается с державой коню. Где это? А, лафать. А это что такое? Польские магнаты. Тевтонские националисты. Хм. Любопытно. Но я не болит того. Лядя Султан, конечно, совсем офигел. Надо бы его на место поставить. В пятом перемирии у фражки со смалами закончится. Перемирии. В двенадцатом году заканчивается. Потом дядю Султана можно попробовать замочить. Так. Я забыл пушки построить. Минитарный. Десять тысяч пушек. Малокалиберные мортиры. Одна. Две. Три. Четыре. Пять. Шесть. И хватит. Потому что сейчас аннексия будет. Шесть штук хватит. Перемирия со мной Готландом подошел к концу. Наша армия не так уж и велика. Стоимость пехоты и стоимость кавалерией. Ну, в принципе, до 22 апреля это еще не так страшно. Мальта национальное достояние. Великолепно. Ее можно крестить. Как я понимаю. Только какого хрена в Саленда протестантизм? Это вопрос интересный. Так. Тут можно здание построить. Как я понимаю. Поставить там можно, а тут денег нет. Ага. Должен. Надо от этих суннитов избавиться. Весь тут же. Шесть штук. Пять. А, у меня плюс две монетки все приходит. Содержание колоний. А, содержим миссионеров. Вот что. Еще. Можно тут уже грузить на корабли людей и плыть в Ниццу. Как бы в мой сборный пункт. Ну, в Прованс тоже вариант. Неплохой. мы можем принять национальную идею воинская слава. Вот, давайте. Давненько я военные очки не копил. Казузбельли на Османскую империю появился. Не знал, что у османов есть пираты. людей сюда. И этих людей сюда. всю армию сейчас соберу. Крепостное право. Эгитивность или административа? А, надминку потеряю чуть-чуть. Усилим крепостных. Все, теперь можно собрать в Пьемонте всю армию и объединить. И вот здесь еще. из Кунео отряд. Все, 47 тысяч. Ждем они все объединение. А это что тут? Каталонские националисты? Хм. Интересно. В Тунисе претенденты. Агрессивные. Слишком мало соперников. Ну, мне как-то нормальных соперников и не предлагают. во австрицей на 500% сильнее моей. Круто так. А, слушайте, сейчас мы можем, в принципе, убрать из манту и дипломата улучшающего отношения. так, и я хотел улучшить отношения с Брандебургом, Брауншейгом, Майнсом, Мюнстером, Фальцем или Саксонией. Давайте, наверное, это будет тот, кто не поддерживает фальцы вот Португалию, то есть Мюнстер, может, может Майнс, а может Брауншвейг. это с Брауншвейгом попробуем улучшить отношения. Просто улучшить, не буду я ничего такого делать, просто улучшить отношения с ними хорошенько. До сотки. Миссионеры с аннексией потихонечку подвигаются. в беспорядке, кстати, тоже. 50 очков надо тратить. Подождем. В случае чего пришлю на остров небольшой отряд. смородной. Сверху на втором. тяканьe, мемб какой-то пərzeи, мемб, мемб, собираем тякань, б, с и мб, мемб, Вон, кстати, сейчас Богемио Покажите-ка мне Хочу посмотреть мнение Видите? Фальц, Броншвейк Майнс, Мюнстер, Глотланд Вообще Крутое мнение к нему имеет Это же религия Георгический брак Пусть лучшие отношения Вот отношения со всеми не улучшать И мы получим Желаемое Мы обратили Мальту в Истинную Веру Че, католики-то хоть? Да, католичество А то какой-то бред случился в Сален Там мы обратили в Истинную Веру И оказались протестантами Вот или Как это получилось, я хз Коллекция Монтовы Сколько закончится А это че? Приграничный конфликт И не Испания изменится Или дипломатические очки Не, Испанию надо В хороших отношениях держать Как фражку Например О, Россия до сих после твой воюет Никак не получается Вот тут какие-нибудь шары Ладно Пусть в куже Волень? Сечь бы Запорожскую освободили Вот это было бы прикольно Да, освободили бы Запорожская сечь уже Не появится Увы и ах Слишком поздно А дипочки копить, конечно Там отношения Прирастут Очень круто В следующий раз Все Мы Интегрировали Монтову Австрейт не понравилось Совсем не понравилось Ну, с другой стороны Их никто и не спрашивал Лимитами у нас Чуть-чуть больше Чем должен быть Че-то мне Хватилия Дяди Султана Не нравится Че-то она тут Слишком большая Мне кажется Опять-ка Престиж увеличится, или казна уменьшится? Давайте деньги потратим. Да, ну нафиг. Вот тебе и ну нафиг. Вот они, наемники, оказывается. Давайте их сюда. У меня, оказывается, всего тысяча наемников осталось. А это все большая армия одна. Все, наемников мы расформируем. Все. Крутяк. Деньга должна быть получше теперь. Аж 88 копеек. Ну-ка, а что? Может, сдержание флота теперь повысить? Нет, с флотом нормально все. Станные вещи. Ладно, пофиг. В принципе. В принципе, пока и так нормально. Так. че тут смотрю то я тут хотел вот эту страну высмотреть вот шейк вон крохотный такой уже кухни лист селезию создали имя они создали тихтонский орден создали как интересно все пусть святая помирилась когда там сроки перемирия с флажкой 16 годного и 12 года просто великолепно испании 182 с португалией 127 в принципе в принципе годно пока какой магда сейчас с броншвейгом сейчас отношения улучшали давайте теперь с мюнстером а помнится он мне кстати когда-то союз хотел предложить вот не получилось по идее если мы с броншвейгом с майнцем и с мюнстером в максимально лучшем отношении то мы станем императорами и у меня будет идея о первая кругосветная вот англичане держала литва новый папа римский литовец интересно слушайте что-то польша какая-то кружечная стала по размерам но вообще претензии на то он у меня могли бы быть все-таки совое но нифига если не помрет там какие-то братья уже заключены оп национальная идея комическая бюрократия вот налогов 10 процентов вот классно там потом будет 15 процентов доход когда я следующую идею получу мистер кардинал мистер кардинал тассни сионеров а пофиг он престиж давайте будет с улучшением отношений помогать и так далее с брюншвейгом максимальное значение фаршка защитник веры католичества австрия напала на бар ну да с другой стороны мы ребят можем напасть на австрию попытаться напасть на австрию точнее под название а ну ка ну ка вот так и все сделаю И вот так я сейчас сделаю. 13 декабря можно подумать будет. Вот. Поможет только Испания. Ясно, понятно. Тогда пока ничего делать не буду. Такого. Нехорошего. Мир с Австрии до 15-го года. Давайте-то дипломата вернём временно. Швейцария снова хочет войны союз. Я отклоню. Религия, в принципе, Монтой была изменена на реформаторство. Реформаторство. Друг, порулись. Надо в эту богемию пойти и замочить всех с их реформаторством. Вся dedi. Так... Вся встроенной максимальное значение... В отношениях. Читовыми все рекруты умерли. Опять кардинал за рубежом. Что это за ерунда случается? Не понял я. Не, сейчас нормально становится. Потекает далеко. Что за проблема была я не знаю. Можно исследовать дипломатическую технологию, но я подожду я. Хочу на повестках отношений сделать. Ну, парни, товары конкурируют с итальянскими. Мне не Франция улучшится. Ну, давайте. Святой сотворил чудо. Стабильность увеличится на 1. Вот, стабильность давайте. А тут вечно мне нужно тратить кровные деньги. Португальцы вроде нормально относятся. Австралийские крестьяне. Я, ребят, знаете, думал как поступить, если мы войну Австрии объявим. Сейчас. Некомпетентные дипломаты. Хм. Ну, я претензии пока не буду делать. Престиж уменьшится. Ладно. Дип очки нужнее. В данный момент. Вот. Хорошие дипломаты. Вот это вот отлично. Доход от налогов плюс улучшение отношений. Так что надо думать, начинать. Верост отношений, кстати, пошел. Еще. С минусом на максимальное значение 100. Ладно. Подождем. Посмотрим, что с ними еще можно придумать. С этими курфюристами. Давайте брак сделаем. Один. А с Мюнстером? Я не знаю даже что. Сделать. А можно союз, конечно. Смысл. Субы. 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 Тоже интересный вариант. Субы. 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 Войне с Дюнбургом. Давай соглашусь. Придётся. Ещё надо бы зданий понастырить. О, две штуки. Через Майнс пройти можно. О, можно спокойно пойти. Даже через Австрию. Только командующего назначить надо. Мысли о Ейси. Опять переграничный конфликт. Поиграем уже сейчас. Нет, выигали. Ладно, оккупирую Саксонию. Престиж упал. Поиграем. Поиграем. Всё. 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 ждем рекрутов и т.д. Климбург заключил войны с Исландией. Так, а куда пошла Франция? Англия, Брандебург, Португалия, Россия. Сколько всё интересного. Короче, моя война с Австрией немного оттягивается. Очень всё плохо. Так, а что за война-то у Франции? За идея обвинять от строительства. Что у нас здание упало, вот это круто. Задания всё те же, не круто. Так. Война лиги за протестантизм. И чё там? И чё там? Тупо выиграть битвы больше 80%. Чувствую я не тот, не другой, никто не выиграет. Брауншвейк, ты попал. Выплата репарации. А. Нет, в связи с Брауншвейком я не буду говорить. Он мне нужен для Священно-Римской империи. А это что? Низкое содержание, по-моему, да? Ну, пусть будет. Флот у меня не боевой. Обойдусь. Надо армейские ещё здания построить. Которые мне рекордов дадут. О, плюс 51, плюс 55. Которые мне тоже плюс 55 будет. Отлично. Подкопим немного. Ещё поставим. А то у меня только 26000, это непорядок. Больше половины умерло. Непонятно от чего причём. От старости может. Развитие обработки железа. Тут вон Франция, походу, она получала, а не Швеция. Швеция это чё делает? Ааа, понятно. Ну Португалия-то тут в чём повинилась? Испания захватывает Португалию? Очень странно, что в Лиге за протестантизм Португалия католическая воюет на стороне протестантов. Болезнь монаха. Больше власти знаете, больше власти провинция. Витторио помрёт что ли? Это будет не круто. Хотя ему 58 лет уже. Хм. У Австрии мнение стало 48. Очень странно. Мы можем даже брак заключить. Отлично. Ну брак естественно надо было. Австрии заключить. Там претензии можно попытаться будет. Выдвинуть. Ух ты ничего себе. Австрия помогает. В войне. Вот почему наверное мнение выросло на нас. И всё же я хочу просто. Узнать. А. Вы не можете объявить войну с Нанес, кто его уже воюете. Хе-хе. Ну хорошо, хоть мы вместе воюем. Не против. Это было бы что-то. Ещё военные здания построить надо бы. Парми в Феррари. Военные городки. И казармы в Кунео. Похвое дело. Отлично. 場 Cow- job. Вчера. Как только я восстанавливаю армию, пойдем мочить всех. Опа. Что тут дядя Султан забыл? Опять напился. Хм. Ммм, интересно как. Дядя Султан, оказывается, тоже втянут в эту войну. Слушайте, а может мы его к миру вынудить попробуем? А, нифига. Внение богемии должно быть 100. Давайте, наверное, в богемию депутата отправим. Ой. Чуть ерунду не сделал. Это реально интересные вещи сейчас могут произойти. Мы сможем... Или не сможем. Как дядя Султан умудрился безнаказанно ходить по моей Саворье. По исконной Саворье. Помните? Это изначально моя территория была вообще. Кто ему дал такое право? Так он еще... Так он еще и по сапогу идет? Ох, негодяй. А вы че тут стоите? Че смотрите? Надо их мочить было. А не по сторонам посматривать. Но уже поздно. Может, меня порадуют и все-таки оккупируют эту территорию. И мне, может, потом подарят. Потому что с таким соседом мне не очень хочется уживаться. Отношения с Австрией подросли. Франция захватила все-таки. Генуя. Интересно, а как в Африке действия есть боевые? У-у-у. А тут, кстати, моя выгода уже есть. Потому что если... Если дядя Султан вот это вот все заберет себе, в будущем мы можем отжать. Вот это вот, по крайней мере, отжать точно. Кев. И вот это. В принципе, он может передать это все Тунису, что будет еще короче. Тунис положить очень легко теперь. Потому что дядя Султан его не любит. И практически полностью ужал. Да дядя Султан уже и никого не любит. Тут и мамлюки остались с четырьмя провинциями. И вот у Туниса не очень много осталось. О! Дипломатические техи. Ладно, давайте. Давненько я технологии не изучал. НКУ фражки уже 16 уровня. Ничего себе. Мы вообще отстаем. Как не знаю кто. Страна третьего мира. Популярная знать. Популярная знать. Страна третьего штуки. Тоже неплохо. Можно в Кремоне поставить. Вот, например. Португалия поиск. Португалия поиск. Снимаем уже вообще кучу времени. Поэтому, наверное, пока завершу эпизод. На этом. Ну и сразу потом продолжу. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте комментарии. Подписывайтесь на канал. Ступайте группу. Ставьте палец вверх. С вами был Дмитриев. Всего доброго. Увидимся. Продолжим прохождение. И помните, что все самое интересное еще в виде. Танкью, гайс.